Совсем скоро российская коммуналка начнет жить по новым правилам финансирования капитального ремонта. Собственники получат право собирать деньги на капитальное обновление своего жилья на отдельных счетах ТСЖ. Капитальный ремонт отныне забота не государства, а собственников жилья. Уже более четко определяется перечень работ по содержанию общедалевого имущества многоквартирных домов, организация аварийно-диспетчерской службы, ну и 344-е постановление, оно, как мы, в общем-то, ждали, должно было более точно разъяснить применение начисления УДН, которое вот так много шума наделало, да, и что делать с теми гражданами, которые проживают в квартирах, но не зарегистрированы, о них тоже надо начислять коммунальные услуги. Кап-ремонту подлежат лифтовое оборудование и шахты, внутридомовые инженерные системы, крыша, подвалы, фундамент и фасад зданий. Устанавливаются общедомовые счетчики тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа. Собственники жилья могут самостоятельно дополнять этот список. С 2014 года в квитанциях будет выделяться взнос за капремонт в качестве обязательного постоянного платежа. Минимальный размер ежемесячной платы будет установлен до 1 июля. Система капитального ремонта должна быть создана до 1 июля этого года. Соответствующее обязательство губернатор принял. Это является одним из условий предоставления средств фонда содействия реформирования ЖКХ. И все те заявки, которые муниципальные образования на сегодня подали, в части капитального ремонта и переселения граждан заваренного жилищного фонда, будь то классическое переселение или строительство новых малоэтажных домов до трех этажей, все эти денежки могут быть получены только после создания принятия нами с вами закона. Жители, которые не объединились в ТСЖ, будут пополнять специальный фонд капремонта – региональный оператор. Из него собранные деньги можно будет распределять на обновление тех домов, которые в этом прежде всего нуждаются. Оплачивать чужие расходы мы не хотим, отмечает председатель ТСЖ дома 8.2 по улице Смоленской. Товарищество для того и создавали, чтобы самим распоряжаться своими деньгами. Если я не знаю, сколько у меня денег, куда они идут и что за них делается, я не могу этого полностью контролировать. Поэтому мы, пользуясь тем законодательством, которые сейчас, или поправками, которые внесены в жилищный кодекс, мы, естественно, будем создавать свой счет и этим счетом распоряжаться. Хотя снова нам не выгодно. Нам капитальный ремонт не нужен, мы все сделали. А я должен 20 лет на капитальный ремонт класть на этот счет деньги по той причине, что так положено. А то, что деньги будет сжирать инфляция, подчеркиваю, что, наверное, не для всех это. Чтобы определиться с выбором способа оплаты капремонта, тверичанам нужно еще раз подумать, как содержать свой дом. Закон о новом порядке финансирования капитального ремонта, скорее всего, будет принят уже этим летом. Так что времени на раздумья остается все меньше. Продолжение следует...